Привет, друг! Замёрз? Не проблема, потому что прямо сейчас тебя согреет порция горячих новостей. В эфире Универньюз и я, Тим Камалеев. Молодые юристы приняли участие в Международной Олимпиаде по уголовному процессу. Очередной мастер-класс для молодых журналистов прошёл в Казанском федеральном университете. Татарстанец побывал в Арктике на экспедиции по изучению Карского моря. 8 декабря в стенах Казанского федерального университета впервые прошла межвузовская олимпиада по уголовному процессу. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Научные исследования уголовно-процессуального права возникли в России после утверждения Первого уголовно-процессуального кодекса в вводе законов Российской империи в 1832 году, когда, собственно, и появилась самостоятельная уголовно-процессуальная отрасль для российского права. Так, 8 декабря впервые в стенах юридического факультета Казанского федерального университета прошла межвузовская олимпиада среди студентов по уголовному процессу. Сегодня проводится олимпиада по уголовному процессу для студентов наших и тех, кто согласился на участие работать по тем правилам, которые разработаны для олимпиады. Олимпиада, на мой взгляд, достаточно интересная. Она позволяет выявить тех, кто действительно знает уголовный процесс еще в студенческие коды. Юридический факультет КФУ богат не только своей историей, но и обширной студенческой жизнью. Как говорят сами организаторы, идея проводить олимпиаду по уголовному процессу возникла еще в прошлом году, но реализовать ее удалось лишь зимой этого года. Планируется проводить традиционные мероприятия именно на базе кафедры нашей уголовного процесса, с тем, чтобы привлечь студентов, заинтересованных в этом, организовать работу факультативов, чтобы также расширить кругозор их и географии участников. Да, в этом году приехали уже студенты из Москвы, из соседних республик. На следующий год планируется расширить количество иногородних студентов. Олимпиада проводилась два этапа. Первый этап состоял из тестовой части, а второй – в рассмотрении фабулы и выступлении перед членами жюри. Всего в олимпиаде приняли участие 35 студентов из Казанского федерального университета, Московского государственного юридического университета имени Кутафина и других ближайших регионов. Желание возникло поучаствовать сразу, как только появилось объявление об олимпиаде. У меня направление уголовное право, уголовно-процессуальное право, просто уголовно-правовая специализация в университете. И все, что связано с уголовным правом процессом, это очень интересно для меня и является, возможно, подспорьем для будущей работы, будущей практики. Вопросы были комплексные, это на самом деле положительный момент олимпиады. Вопросы касались как истории развития институтов уголовного процесса, так и современное состояние уголовно-процессуального законодательства. В этом и как раз состоит и плюс олимпиады – это не зазубривание норм уголовно-процессуального закона, а понимание всего уголовного процесса в историческом его развитии. Томас Джефферсон когда-то сказал, что законы пишутся для обыкновенных людей. Потому они должны основываться на обыкновенных правилах здравого смысла. Поэтому юриспруденция – это одна из основ нашей жизни. Диана Шилова, Леонардо Литьяров, Универ Ньюс. В высшей школе журналистики прошел мастер-класс председателя Союза Татар Бельгии Лилии Валеевой. О чем беседовала спикер со студентами, узнаешь прямо сейчас. Поток и отток иностранцев в Бельгии велик. Татары сюда приезжают по работе, по учебе, по семейным обстоятельствам и по многим другим причинам. Кто-то живет здесь полгода, а кто-то и десятилетиями. Не все татары еще знают о существовании Союза Татар Бельгии. В Бельгии давно не было, ну и никогда не было татарского общества, и мы его создали. И это не то, что благодаря только нашим усилиям и желаниям. В основном это была раскрутка имиджа вот этого бренда. И самая главная задача, цель была достигнута масс-медийными средствами. Подробнее о Союзе Татаров Бельгии Лилии Валеева рассказала молодым журналистам на мастер-классе, который состоялся 8 декабря в высшей школе журналистики КФУ. Главное – это возможности, которые Союз Татар Бельгии создает для тех, кто ностальгирует по татарской культуре. Татарами в Бельгии проводятся сабанту и наврус день татарской кулинарии, выставки и многое другое. Но мы не говорим, вот мы общество, созданное в таком-то году, у нас столько-то членов. Мы просто говорим, даем им рецепты национальных татарских блюд, пошаговые рецепты с фотографиями на их родном понятном языке. И внизу пишем, кем это создано. Вот так мы завоевали доверие у местной европейской публики. Студенты с большим вниманием слушали спики, рассмотрели фотоальбомы, проделанные работы Союза Татар в Бельгии. Кто знает, может в будущем они свяжут свою профессию именно с этим делом. Елизавета Евтифеева, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Кто-то считает, что журналистика – это творчество, другие верят, что это смысл жизни. Но точно известно одно – журналисты ни за что не применяют свою беспокойную профессию на другую. Для поддержания боевого духа в Союзе журналистов Республики Татарстан состоялось открытие международной конференции. Подробности смотри далее. Стартовала 10-я юбилейная международная научно-практическая конференция «Мультимедийная журналистика Евразии-2016» «Национальный медиасистем в условиях новой медиареальности Востока и Запада». Самая первая конференция прошла в декабре 2007 года. За 10 лет ее проведения было прослушано более полторы тысячи докладов, проведено множество мастер-классов и опубликовано более 10 сборников. Перед участниками конференции за это время выступили ведущие журналисты нашей республики и страны – актеры, режиссеры, известные медийные личности. В этот раз участники также приехали из различных городов России, чтобы выступить с докладами и представить свое видение на эту тему. Я буду выступать на секции, у меня доклад, функции невербальных способов представления информации в Лангриде. На мой взгляд, мое исследование поможет тем, кто с ним познакомится, правильно выбрать мультимедийный формат и использовать его максимально эффективно для построения данного текста. 8 и 9 декабря пройдет работа по секциям, где участники вместе со спикерами обсудят основные направления и механизмы взаимодействия юридического и журналистского сообществ, пределы осуществления прав журналистов и многое другое. Анна Глазунова, Руслан Урозаев, Универ Ньюз. А сейчас традиционная рубрика Веб Ньюз. В Казанском Кремле состоялась встреча руководства Татарстана с делегацией Турецкой Республики. Основной темой разговора послужило развитие сотрудничества между республиками. Рустам Мениханов сообщил, что республика и впредь будет оказывать всяческое содействие турецкому бизнесу, пожелавшему работать в Татарстане. Мениханов и премьер-министр Турции открыли памятник государственному деятелю Садри Максуди в Казани. Скульптура Осии Минулиной открылся в сквере Стамбул. Проекту Диснейленда в Татарстане дан зеленый свет. Парк Волга Дискаверис построят на северном склоне Меркушиной горы в Верхнем Услоне. Визитной карточкой парка станет здание «Кристалл», а посетители смогут погрузиться в параллельную реальность, побывать на космическом корабле и виртуальных экскурсиях по лучшим музеям мира. Под Казани появится новый кинотеатр. К концу этого года в Осиново появится первый крупный торговый центр с гипермаркетом и кинотеатром «Радужный». Знаменитый институт «Стрелка» открыл в Казани новый образовательный проект для городских предпринимателей. Участники проекта, отобранные по конкурсу, за месяц получат возможность разработать собственную идею. Главная цель – улучшить городскую среду. В Казани благодарственные письма и памятные статуэтки получили 220 талантливых и одаренных детей победителей проекта «Образование». Среди них представители «Универ ТВ» Радик Загидуллин и Оскар Галимов. Волейболисты Казанского «Зенита» с победы стартовали в Лиге чемпионов. Турция и казанцы переиграли местный Аркас со счетом 3-0. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в шестом заседании Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан. Для Казанского университета машиностроение не просто отрасль, а направление стратегического развития. Ученые КФУ совместно с итальянскими коллегами повысят мощность и емкость аккумуляторов. КФУ и Римский университет Ла Сапиенса подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения ученых двух университетов проведут ряд совместных научных исследований. Герой нашего следующего сюжета покинул цивилизацию, чтобы целый месяц посвятить науке. Он отправился в Арктику в экспедицию на остров Вайгач для изучения Карского моря. Новобранец поделился с нашим корреспондентом, как безопаснее рассекать дно Северных вод и как научиться выживать даже в самой экстремальной ситуации. Смотрим. Дмитрий Сидоров, студент третьего курса Казанского государственного архитектурно-строительного университета, вернулся из сорокатневной экспедиции на острове Вайгач. Дмитрий отважился опуститься на дно Северных вод, чтобы изучить экологические проблемы Карского моря. В разведывательный отряд вошли три человека – опытный логист, фотограф и наш молодой участник, прошедший очень сложный отбор. Я отправился в Заполярный круг, то есть Заполярье, и отправился, выиграв конкурс в Министерстве экологии. Я отправился в разведывательную экспедицию от Русского географического общества, которое выполнялось совместно с Министерством экологии. Конкурс заключался в том, что требовался парень, хорошего физического состояния, обучающийся на экологическом направлении, который до этого уже участвовал в каких-то экологических акциях, экологических конференциях. Прежде чем отправиться в Заполярье, Дмитрий прошел полные курсы выживания, доврачебной помощи и подготовки аквалангистов, умеющих работать на глубинах до 40 метров в холодной воде. Как таковая школа выживания крайне необходима, чтобы успешно подготовить территорию для дальнейших научных исследований. То есть, как бы за мной следил инструктор, постоянно инструктор, создал для меня различные ситуации. Допустим, представьте, что нету дров, все дрова мокрые, нужно там еще, ну, либо после дождя, или же перекрывал баллон под водой, когда мы плавали, заклеивали мне маску. Такое путешествие действительно запомнится. Казанский новобранец, оказавшись в Заполярье, оценивал глубинные течения, определял перечень необходимого снаряжения, а самое главное, испытал на себе реабилитацию после погружения. В число задач разведывательного отряда также вошла проработка логистики маршрута, доставка оборудования, размещения и погружения в северных морях. Там было месторождение, которое добывали, там еще были тюрьмы ГУЛАГа в тот момент, вот, и, возможно, какие-то выбросы были в воду. Ну, посмотрим, может быть, что-то нужно будет, этот научный какие-то взыскания делать по этому поводу. Кстати, члены отряда татарстанского отделения РГО уже изучили Баренцево и Белое моря. Во время тестирования подводные исследователи выполнили научные работы и установили несколько рекордов, среди которых самое глубокое погружение аквалангистов в Заполярье и самое глубокое подлетное погружение. Ну что, друг, на этом все. Пока!